друзья всем привет приветствую вас на канале сегодня у нас 10 августа уже прошла первая декада августа хотела сделать вам обзор своих цветочков на подоконниках и рассказать как они там себя чувствуют а вот хотела вам показать декабрист я от него просто в шоке мало того что он цвел у меня больше чем полгода я сделала такую омолаживающую обрезку и он меня вообще поразил я да вот но никак не предполагала что будет вот такой результат смотрите какая шапка известно как он будет свести и после обрезки он уже выпускает третий слой вот смотрите вот здесь вот я делала значит вот вот примеру да вот здесь я делала и уже третий слой листьев он выпускает но я думала на втором остановится нет смотрю уже начинает нет нет 2 вообще был густой а он уже 3 3 слой выпускает но откуда не знаю вот такая густящая шапка вот это у меня красный вот это тоже делала я также все в один день прищипку вот ну вот сейчас видите вот пока два слоя и кое-где смотрю вот он уже пытается третий слой надеюсь что это не цветы еще вообще-то рано вот а этот у меня растет был очень маленький сантиметров 10 от земли был на реанимация это такой малиновый цвет у меня и вот он опять тоже смотрите в каком активном росте ну красавчик красавчик молоденький выпустил вот ну орхидея моя отсвела я пока вот этот цветонос не удаляю за это время она выпустила два полноценных больших листах ну как вот этот еще маленький вот 33 извините три листа не вот но сидит сидит посмотрим что будет дальше с ней вот это вот глаксиния недавно зацвела это глаксиния я вырастила семян было два всхода один после пересадки с маленького горшочка погиб вот остался один вот она зацвела дала мне первый цветок стоит друзья на фитильном полеве неплохо так пьет вот смотрите тут столько много вот цветочков и вот они вот 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 они прям зарождаются надеюсь порадует меня цветение фиалка моя не шатка не валка развивается кстати на нее нападала вот этот мучнистый червец я обрабатывала и химии и промывала ну стало конечно лучше но вот наблюдаю за ней цветет она конечно у меня уже вот с февраля месяца как я ее из марта с марта с марта в конце марта я ее купила и вот она у меня стоит видимо я занесла этого червеца вместе с этой покупкой у меня не было его вот это я вам сделал обзорчик моего подоконника здесь у меня ну как бы спальне более-менее прохладно поэтому вот я тут сюда поставила такие цветы которые плохо переносит жару кстати глаксиния у меня вообще была очень я ее недавно сюда перенесла она стояла у меня на южном окне и прям сильно вяло вяло днем поэтому я ее сюда перенесла она сразу поднялась я думала цветочек этот пойдет нет он был вяленький поднялся распушился все нормально ну идем дальше сейчас все мои герани стоят на балконе каникулы у них и здесь у меня можно сказать что пустая полка стоят только кактусы вот эти два моих вот этот он был вот так усенький вот так вот за два-три года он вырос а этот был вот так усенький вот это я просто воткнула сюда денежное дерево и отвалился кусочек кактуса мамилярий конечно он вырастет и я смотрю он поднялся и стал увеличиваться в размерах короче растет здесь у меня растет вот такая традисканция вот сид грязи а фиолетовая это стоит на укоренение вот эти кстати тоже и на укоренение просто воде корни пускают у всех конечно тут корни уже давным-давно вот вот это я посадила сюда отрастает просто обновляю немножко обновляю потому что старый уже зарос и я вот после укоренения поставила видите он такой как бы лохматенький лохматенький вот такой другой сорт 20 грязи а фиолетовая она гладкая и фиолетовая конечно на солнце она вообще чернильного цвета чернильная это не бывает чернильной вот отлично они себя чувствуют на фитильном поливе это кстати нет так вам хотела показать после обрезки денежное дерево ну что вот я его обрезала и она выпускает сейчас лето солнца много она выпускает в основном по 2 но но почему-то вот это вот дерево она у меня не не крупные листья не знаю почему не знаю вот стволы уже неплохие неплохие вот вот такую делала тоже корректирующую конечно она распушается будет час ну надеюсь что будет хорошо так это кактус у меня у меня мамиллярия в общем позапрошлый год он сильно у меня заболел кстати мучнистым червецом а сейчас вот осталась одна ветка и это ветка вот вся в детках вот это такая одна маленькая тоже подрастают детки отвалилась я ее тоже отдельно укореняла вот они так расползаются в этом году первый раз я видела как он цветет конечно цвел долго ну вот здесь у меня все вот здесь в поле у меня еще растет хлорофиту я его умолаживал и посадила вот это горшок фит на фитильном поливе вот здесь где-то вот столько вот воды налито вот так я ее проверяю и доливаю очень он любит фитильный полив как оказалось и растет тогда он прям просто как бешеный бешеный обыкновенный хлорофитом не кудрявый вот такое и сильно очень цветет я вам сейчас еще один покажу который стоит у меня в ванной комнате так он уже настолько разросся что уже в окно не входят и дальше я вам хотела показать свою хою карноза хоя карноза меня тоже в этом году поразила цветение было позднее но она до сих пор продолжается вот я вам хотела показать август месяц начало цвести в мае август месяц она до сих пор цветет но не сказать что сильно прям вот уже тут отцветает она мне уже сыпет вот видите среди алоя цветочки нам уже вот так прям заплело заплело но можно сказать что уже отцветает отцветает вот такая у меня как бы стена и уже потолки и шторы и все 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 уже все заплело здесь два растения которым больше 15 лет и они постоянно вот здесь стоят поливаю друзья я ее каждый день через день и стараюсь даже чуть-чуть в поддон наливать потому что у нас жара и у меня здесь в холле 30 это как минимум даже кондюры не помогают вот так моя хоя ну вот вверху так я не уберу засохшие ветки ну ладно пусть пока держится я уже закрепила их на потолке как могла там натянула гвоздики так поставила чтоб их зацепила чуть-чуть вот так она растет так хотела вам показать алоэ вера алоэ вера здесь вообще уже дебри дебри просто дебри может они смотрятся конечно хорошо вот когда вот так но уже надо рассаживать три года не было пересадки здесь уже детки то трехлетней давности вот это были посажено собственно детки а это уже они в этом году не в этом году они уже два года цветут у меня надо пересаживать так я еще вам хотела показать молочателю гранный два месяца назад вот я смотрела снимала видимо видео и говорила он цветет надо его пересаживать срочно я еще говорила показывала вот так хочу его обрезать он цветет и я сказала как он отцветет вот это называется у него цветение как он отцветет так я его обрежу друзья он цветет и цветет и цветет и вообще не сбрасывает вот эту листву я все жду жду он за это время вырос на 25 сантиметров наверно ну вот он был вот такой наверное длинная все хотел обрезать сейчас вот он вырос и смотрите какой густой лес и и обрезать жалко но он уже скоро будет как бы как это сказать держать себя не будет ему тяжело вот горшок ну горшок вот маловат ему уже маловат явно маловат но это ничего страшного они любят плотные горшки в принципе он быстрее растет ну вот а я в принципе хотела вот так его обрезать конечно и вот теперь дилемма цветет и вроде мне его как жалко если конечно отцвел листву бы сбросил я бы может быть ну как бы решилась обрезать а так вот как-то никак не решусь но и здесь у меня вот такая колбасе налезет лежит которая цвела в этом году кактус мамилярия вот представляете как у как тут вот этот дубак лежит и вот вот где он цвел смотрите я не знаю может быть это какие-то семена вот здесь созревают вот здесь вот видите в коробочках вот по этому поясу он рос но за летом вырос на сантиметров 5 здесь по после обрезки стоят видите на ленточках подтянутые вы выпрямляю денежные деревья но они же такие коричневатые от солнца но но не очень они и вот еще один молочай трехгранный он вообще рос огромной палкой и заваливался тут увидите вот камушек но я его обрезала ровно пополам и сейчас все вот они же эти обрезки мои обрезка было месяц где-то назад и сейчас он выпускает молоденький но все нормально растет растет я его обрезал потому что он был ну наверное около метра и вот такая была голая палка сейчас начинает опушаться посмотрим что будет дальше вот еще хотела вам показать хлорофитом в ванной комнате вот эти вот все ветки вот смотрите он все повыпускал он цветет и цветет и цветет тоже стоит на фитильно поливе здесь не сказать что много солнца сторона западная но окна узкие как бы окно узкая но все равно ему достаточно света видимо влажность в ванной комнате и и вот он прет он уже в это окно у меня просто не входит но очень он любит фитильный полив и развивается тогда очень очень быстро немножко покажу вам цветочки на балконе это мой отдышечка который вообще вот знаете он сейчас уже цветет наверно 4 или 5 месяц но но знаете как я все его собиралась пересаживать вот у него такой ствол дома надо обновить землю что-то он у меня чах чах всю зиму чах зацвел там 23 зам заморочных цветочка было я выставил сюда на балкон и он стал оживать нападала белокрылка на него но здесь сейчас ничего такого нет да вот конечно я с ним боролась и вот он такой густой но я хотела уже видите ветки длинные думаю ой надо бы обрезать но думаю сейчас отцветет вот сейчас отцветет а может цветет три или четыре месяца подряд и думаю она все отсвел нет вот сейчас опять выпускает и выпускает и выпускает сегодня 10 августа он вот тут вот так цветет на балконе вот это вот лежит мамилярия друзья она лежит без корней и она даже цвела лежит просто сверху без корней я ее подымал корней то нет но она лежит и получается питается от воздуха и тут вот не знаю как выросла денежное дерево денежное дерево но здесь смотрите какое оно мощное я уже немножко его чуть-чуть привязала к дуни потому что он стал клониться от тяжести своей но его думала сейчас буду пересаживать и я отсюда из корней его вытащу правда не знаю как и но пересажу вот а дышечек у меня видите он привитый но уже какой ствол ствол вот изначально был нет вот такой вот наверно был стволик вот здесь а сейчас это целый стволяка это конечно красота красота неописуемая такая красотища адениум арабику простой очень красивый тут на балкончике у меня герани герани в больших горшках но в этом году очень жарко наверно 40 конечно здесь отсветшие уже цветочки и сказать что крупные соцветия но цветет цветет вот смотрите это ситкриазия фиолетовая конечно она агрессор страшный агрессор и вот она растет подымается правда хрупкая если налетает ураган она может и обломаться но это ей только на пользу если хорошо поливаешь вот если видите чуть-чуть то она подсыхает но как бы это полив пропустил какой-то на балконе все-таки солнечная сторона то она подсыхает но тут же если хорошо полил она отрастает и она фиолетовая фиолетовая конечно она любит очень хорошо сильно полив это к традисканциям уже относятся вот самолетик самолетик летит вот а вот в этом горшочке у меня новенькие это мои укорененные черенки вот тоже пожалуйста воткнулась и крястью она уже начинает давить но вот всегда мне выбросить жалко этот сорт я зову софия а этот сорт я зову рада вот это мое личное название так что я не знаю их название я их называю сорт софия сорт рада и вот они малюсенький этот вообще под корень обломился и вот только они концу лета более-менее разрастаются смотрите сколько бутонов это молоденькие укорененные мной полностью этого года молодняк скажем так здесь то у меня они старушки такие веселушки растут какой дубочина дубочина вот это это лососёвая такая лососёва в общем здесь сейчас у них каникулы пусть набираются сил может ближе к осени я все-таки наверно посажу память горшки поменьше потому что на зиму вот эти горшки таскать и ну ты много чересчур места вот здесь можно подсаживать еще и подсаживать ну вот как то так не очень они в этом году но как есть еще многострадальная помидорка 10 августа у меня помидорочки когда она поспеет не знаю уже давным-давно я срываю во дворе помидоры свою а здесь только еще здесь у меня это уже третья посадка никак не хотели расти то ли земля плохая здесь то ли ничего вот этот более-менее выживает заканчивать наверно свой обзор показала свои цветы которые растут на балконе и в доме на 10 августа не пожалейте лайков и дизлайка и до скорых встреч пока пока а